Лада начала торговать автомобилями онлайн. Правда, на прямые продажи от производителя автогигант не решился, а лишь запустил электронную витрину, где собраны предложения от дилеров российской марки. В любом случае это удобно. Потенциальный покупатель выбирает город, марку, модель, а также нужные опции и действующие спецпредложения. А дальше следует процесс бронирования подходящего экземпляра. Этот процесс не требует внесения предоплаты и одобренного кредита. Дилер, получив заявку, согласует дальнейшие условия сделки, а оплатить автомобиль можно онлайн, притом полностью или частично. Также электронная витрина позволяет наполнить выбранную Ладу необходимыми аксессуарами, запросить кредитное предложение или оценить свою нынешнюю машину, чтобы затем сдать её по системе трейд-ин. Как отмечает пресс-служба АвтоВАЗа, функционал онлайн-витрины доступен для всех официальных дилеров Лады. Уже сейчас на новой платформе можно найти более тысячи предложений из разных регионов страны. Правда, пока в списке доступных машин лишь актуальный модельный ряд, то есть только седаны, лифтбеки и универсалы Гранта 22-го года выпуска. Тем временем, в конце октября в Тольятти состоялась профсоюзная конференция молодых специалистов, на которой выступил Николай Строков, вице-президент АвтоВАЗа по производству автокомпонентов. Как сообщает паблик АвтоВрад Ньюс, Строков упомянул, что переговоры с потенциальным поставщиком автоматических трансмиссий для Лады идут успешно, и в будущем не исключена даже локализация коробок на самом ВАЗе. К слову, по информации портала Дром, изначально АвтоВАЗ хотел найти в Китае классический автомат, но сейчас взоры обращены на роботы с двумя сцеплениями и вариаторы. Последние практически вдвое дешевле гидромеханики. Кроме того, в моторный отсек Лады поместится максимум шестиступенчатый автомат, но выбор таких невелик, и китайские производители коробок тесно связаны с санкционными западными партнёрами, поэтому появление робота или вариатора на Ладе гораздо вероятнее. Окончательно вопрос должен решиться в ближайшие месяцы, а калибровку и сертификацию хотели успеть к перезапуску Весты в марте, но едва ли этот срок реалистичен. Восстановление модельного ряда даётся АвтоВАЗу с трудом. Все силы сейчас брошены на перенос Весты в Тольятти, а вот производство Лады Ларгус откладывается аж на конец 2023 года. Зато продолжаются работы над сменщиком Гранты. Семейство автомобилей Б-класса на основе Рено Логана третьего поколения встанет на конвейер в конце 2024 года, а в 2025-м запустят кроссовер на базе Весты.